Сегодня опасность, нависшая над дикой природой, уже перешла допустимую черту. И наступил момент, когда можно реально потерять многое из невосполнимого. Понимание важности охраны природы пришло к нам не так давно, всего немногим более ста лет назад. Но чем ближе к нашему времени, тем все меньше человечество заботилось о благополучии окружающего мира. Численность населения росла огромными темпами. Занимались все новые пространства подземледелия и животноводства. Увеличилась добыча полезных ископаемых. Строились все новые города. На протяжении веков к богатствам природы у человека сложилось потребительское отношение. Конечно, и раньше были некие негласные запреты, связанные с традициями охоты. А в некоторых случаях они приобретали форму закона. В степи долгое время охотники придерживались знаменитого закона, принятого еще при Чингисхане – Великой Ясы. И надо сказать, что количество запретов в те времена было значительно большим, чем у современных охотников. А наказания за нарушения были очень суровыми, вплоть до смертной казни. К середине 20 века стало понятно, что процесс уничтожения животных принял масштабы катастрофы. Уже тогда известный борец за охрану природы, немецкий натуралист Бернгард Джиммик, осознавая всю серьезность положения, сформулировал схему этих взаимоотношений печальной формулой. Для диких животных места нет. Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Весна. Время зарождения нового жизненного цикла. И в Семеречи она приходит внезапно, освобождая природу от зимних снегов и стужи. Зимовавшие здесь лебеди-кликуны уже готовятся в дальнюю дорогу, к местам гнездования, на сибирские просторы. Возвращаются к своим гнездам грачи. На весенних разливах появляются первые птицы, вернувшиеся с зимов. Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Чутко реагируют на происходящие в природе изменения животные. В стогах тугайных оленей, живущих в Ильисской долине, наблюдается явное оживление. Дима Торзок Более заметными становятся и обычно осторожные фазаны. Теперь их чаще можно увидеть на открытых полянах. Жители пойманных зарослей, кабаны и косули тоже в весеннее время чаще попадаются на глаза. Жители поймут на свет «Музыка» Дима Торзок Дима Торзок Гребан Продолжение следует Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok В апреле по предгориям Алатау расцветают первые неяркие цветы – шафраны, на смену которым вскоре придут новые, и сменяя друг друга в течение весны и лета, они будут раскрашивать ландшафты Семеречия в пестрые цвета. Субтитры создавал DimaTorzok Отгремят первые грозы, дожди напоят землю живительной влагой, и наступит самая чудесная в природе пора – массовое цветение. В апреле и мае предгорные долины, хотя и ненадолго преображаются, особенно прекрасны тюльпаны. Они поражают своей изысканностью и разнообразием форм и расцветок. Для большинства это может показаться странным, но именно эти цветы по праву должны стать символом нашей страны, потому что родина тюльпанов находится здесь. У большинства людей тюльпаны ассоциируются с Голландией. Отчасти это справедливо, нигде в мире не уделяется столько внимания выращиванию и выведению новых сортов, как в этой небольшой стране. И любуясь культурными голландскими тюльпанами на клумбах наших городов, многие даже не догадываются, что их дикие предки растут совсем рядом. Культурные тюльпаны ведут свою родословную из сказочных садов султанов Атаманской империи, откуда они попали в Европу только в XVI веке, во времена правления Сулеймана Великого. Культ тюльпана, дикого цветка степей и гор, пришел в Турцию с Востока. В мифологии кочевников Азии тюльпан является символом эфемерности земного существования. Начало цветения тюльпанов совпало по времени с главным праздником весны – Наурызом, началом Нового года. Наблюдая вечный жизненный круговорот, буйное весеннее цветение и стремительное увядание прекрасных цветов, намады считали, что только в райских садах они будут цвести вечно. Предок ныне известных тюльпанов появился на территории современного Казахстана около 20 миллионов лет назад, и постепенно тюльпаны распространились на огромной территории – от Китая до Южной Европы. Сейчас известно более ста видов тюльпанов, но нигде они не достигают такого разнообразия, как у себя на родине. На равнинах и в горах Казахстана весною расцветают около 40 видов. О богатстве природы этого края остались упоминания в записях путешественников далекого прошлого. В середине XIII века по предгориям Алатау прошел знаменитый Вильгельм Рубрук. Он направлялся в Монголию с дипломатической миссией от французского короля и оставил такие воспоминания о своем путешествии. Мы выехали на очень красивую равнину, имеющую справа высокие горы, а слева некое море или озеро – Балхаш, раскинувшееся на 20 под ней пути в окружности. И эта равнина прекрасно орошена стекающими с гор водами, которые все впадают в упомянутое море. На этой равнине прежде находилось много городов, но по большей части все они были разрушены монголами, чтобы иметь возможность спасти там свои стада, так как там были наилучшие пастбища. Буйное цветение символизирует нескончаемость круговорота природных циклов и подчас создается ощущение, что окружающей природе ничего не грозит. К сожалению, это не так. За примерами не надо далеко ходить. В течение последних ста лет в Казахстане полностью были уничтожены кулан, тугайный олень и туранский тигр. Кулана и тугайного оленя удалось возродить, получив животных из соседних стран, где они сохранились. Начато восстановление популяции лошади Пржевальского. Сейчас рассматривается проект по воссозданию казахстанской популяции тигра. Но в то же время под угрозой исчезновения оказываются все новые виды. Как это ни печально, но мы все больше и больше вытесняем диких животных из их привычной среды обитания, нигде не оставляя их в покое. Взаимоотношения человека и природы сейчас и даже несколько столетий назад, не говоря уже о глубокой древности, было совершенно разным. И главенствующее место далось нам нелегко. Многие тысячелетия человек был частью природы, занимая в ней определенное мироздание места, постепенно завоевывая себе жизненное пространство в постоянной борьбе с силами природы, познавая ее, приспосабливая к своим нуждам. Природа перестала быть главенствующей силой, а для большинства людей она стала абстрактной, далекой и непонятной. Всего несколько десятков поколений назад жизнь людей, живших здесь на равнинах и в горах Семеречия, была полностью связана с природой и животными, обитавшими рядом. Это хорошо видно по произведениям древнего искусства, которые дошли до нас из глубины веков. В золотых украшениях, сохранившихся в сакских курганах и на наскальных рисунках, выбитых на камнях в своеобразных галереях под открытым небом, подавляющее большинство сюжетов связано с миром животных. Образ человека тоже присутствует в творчестве наших предков, но он редок и выходит на сцену в полной мере только в Средневековье. Мир животных был очень важной частью мировоззрения людей древности. В нем они искали ответы на многие происходящие в природе явления. Его многообразие давало почву для создания мифов и основ различных религиозных традиций. Мир животных Коренной перелом в отношениях человека и природы произошел не так уже давно. Сейчас записки путешественников, описывавших природу Семеречья немногим более ста лет назад, могут показаться фантастическими рассказами. Хотя и теперь так же текут реки с теми же названиями и окружают их те же хребты. Но в животном мире произошли разительные изменения. Зоолог Сергей Алфераки, посетивший Семеречья весной 1879 года, писал, По камышам, перемешанные лесами и кустарниками вдоль реки Ильи, тигры живут оседло в большом числе, как по правому, так и по левому ее берегам. Чем дальше на запад, тем число тигров возрастает и достигает, наконец, своего максимума в огромных камышах, окружающих озеро Балхаш. Кабаны густо населяют безлюдные места, где оседло живут тигры и служат последним главную пищу. Но где поблизости кочуют люди, тигры нередко почти исключительно прокармливаются их многочисленными стадами. Тут тигру раздолье. Каждый раз, когда он голоден, он без всякого страха приближается к аулу и нередко на глазах у безоружных людей выбирает себе любую добычу, будь то овца, лошадь, собака или бык. Жители некоторых аулов настолько свыклись с нахальством нападения тигра на табуны и стада, что смотрят на него довольно равнодушно и как на вещь неизбежно. Тем более, что найти более безопасные места для своего скота им негде. Последние тигры, об изобилии которых писал Алфераки, были уничтожены всего около 70 лет назад. Теперь нам в наследство осталось лишь несколько шкур и черепов, да невыразительные чучела, пылящиеся в музее. Весна в разгаре. К своим колониям возвращаются большие бакланы и кудрявые пеликаны. Колонии этих птиц пока еще сохраняются на водоемах юго-востока Казахстана. Но постоянная конкуренция с человеком из-за рыбных запасов часто заканчивается для птиц изгнанием из привычных мест гнездования. КОНЕЦ 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 Одно из самых грандиозных событий весны — миграция журавлей-красавок, возвращающихся из индийских зимолог на родину, Вдоль хребтов Тиньшаня пролетают десятки тысяч птиц, образуя в местах остановок большие скопления. Постепенно от этой огромной массы, как от большой реки, отделяются потоки и распространяются по обширным территориям, охватывающим равнины Казахстана, России, Монголии и Китая. У среднезиатских черепах большая часть жизни проходит в спячке. Только весной, когда зеленеет трава, выходят они из своих подземных убежищ. Черепахам дано всего 2-3 месяца на все земные дела. А надо успеть за короткий срок и откормиться, набрав запасы энергии для долгой спячки, и произвести на свет новое потомство. Черепаши свадьбы скоротечны, но очень зрелищны и динамичны. Субтитры создавал DimaTorzok Уже к началу лета, как только под палящим солнцем выгорит сочная зеленая трава, черепахи опять скроются под землей до следующей весны. К середине прошлого века человек научился укращать природу. Наши возможности оказались настолько огромными, что уже не составило труда остановить течение вод реки Ири, и на дне образовавшегося рукотворного моря Копчегая оказались одни из самых больших тугайных лесов Средней Азии. Но еще один из уникальных уголков Ирийской котловины затопление не затронуло. Это знаменитый национальный парк Алтыны-Мель. Субтитры создавал DimaTorzok В 2016 году национальный парк отметил свое 20-летие, но история, связанная с этими местами, имеет куда более древние корни. Само название Алтыны-Мель – золотое седло монгольского происхождения и связывается с теми далекими временами, когда здесь прошли войска-сотрясателя вселенной Чингисхана. Название очень меткое. В одном из отрогов джунгарского Алатау есть удобный проход в понижении хребта. При виде из долины, в самом деле, похожий на седло. Во второй половине XIX века через Алтыны-Мель прошли экспедиции великих русских путешественников Семенова-Тиньшанского и Пржевальского. А первое описание местной природы сделал Чокан Валиханов, который в 1856 году посетил эти места. Чокан Валиханов Берега или в среднем ее течении почти повсеместно представляют ряд песчаных, но небольших возвышенностей, характеризующихся степной растительностью. Берег справа имеет песчаные наносные бугры, основанием которых служат гранитные скалы. Около берега росли джига, тал, балгын, сырогач, жимолость, таволожник и кусты козылчи. Ночевали у ключа в песках, межгор, калкан, где попали в какую-то ложбину, которая кишила змеями, тарантулами, скорпионами и фалангами, и долго не могли забыть этого проклятого ночлега. Редактор субтитров А.Семкин из животных в степи проходят стадами каракуйруки, сайги, попадаются куланы. Волков много, из птиц во множестве встречаются фазаны. Прекрасная погода благоприятствовала нашему путешествию. Мы шли сначала дорогой по прекрасным долинам Аллатавских предгорий. Поля пестрели тюльпанами, восточным маком, а на длинных стеблях белой мальвы качались желтые пташки, желчные овсянки. Несколько лет спустя, в 1865 году, неподалеку от перевала Алтын-Имель, Чукан Валиханов нашел свой последний приют. Здесь, в поселке Каянкос, в его честь построен мемориальный комплекс. Национальный парк Алтын-Имель находится на северном берегу Копчегайского водохранилища, охватывая предгорные равнины и хребты Чулак, Дегерес, Алтын-Имель, Каинды-Тау и Кату-Тау. От самого большого города Казахстана Алматы до него всего 4 часа езды. На 300 тысячах квадратных километрах здесь представлены самые различные экосистемы, характерные для природы Семеречия. От пойменных тугайных лесов пустынь различного типа, с засушливых пустынных гор до настоящего альпийского пояса в высокогориях. Такое разнообразие ландшафтов, как в Алтын-Имеле, встречается не очень часто. Это настоящий геологический музей под открытым небом. Одной из главных достопримечательностей национального парка является Поющий Бархан. Это огромная песчаная гряда длиной более 3 километров расположена между двух горных хребтов Улькен и Кши-Калканами. Бархан возвышается над окружающей равниной на 150 метров. Все давно привыкли к названию, но точный перевод его казахского названия Айгаккум Ревущие пески. При сильном ветре раздается звук, напоминающий гул летящего турбовинтового самолета, который слышен на большом расстоянии. Считается, что этот звук рождается от трения наэлектризованных песчинок во время сильных ветров, которые часто свирепствуют над Ильийской долиной. Еще одной особенностью Бархана является то, что благодаря направлению местных ветров он всегда остается на одном месте. Удивительны и горы, калканы, между которыми, как в аэродинамической трубе, стоит поющий бархан. Как выяснилось, это давно потухшие вулканы, где геологи продолжают находить различные признаки процессов, происходящих здесь в Древней Европе. На востоке национального парка расположены горы Катутау и Актау. Уникальные геологические и палеонтологические памятники природы. Здесь можно наглядно наблюдать всю историю Земли в различные периоды ее развития, своеобразную летопись, запечатленную в камне и осадочных породах. Палеонтологи находят здесь множество образцов древней жизни, насчитывающие миллионы лет. Кроме характерных линий хребтов и калейдоскопа смены разных типов пустынь, от каменной гаммады до песчаных дюн, облик местного ландшафта создают и различные растения. На сегодня здесь известно почти 900 видов высших растений. Но только некоторые из них наделены определенной харизмой, и именно они добавляют особые притягательные штрихи к узнаваемости каждой местности. На каменных, порой почти отвесных склонах ущелья Чулака и Дегереса встречаются рощи каркаса Кавказского, легендарного железного дерева. Его древесина настолько прочна, что раньше из нее делались колеса для телег и изысканный столярный инструмент. В пойме реке Или сохранились реликтовые туранговые леса. Туранга – уникальный тополь, приспособившийся к жизни в засоленных пустынных почвах. Символом пустыни часто называют Саксаул. Причудливый излом из скрученных в изгибах стволов с распростертыми ветвями – это черный Саксаул, лучшее топливо пустыни с древних времен. На песчаных склонах поющего бархана растет белый Саксаул, который дополняет загадочность этому месту своими утонченными воздушными зарослями. В предгорьях Матая, в долине тысячи родников Мын-Булак, разбросаны рощицы деревьев джиды, создающие неповторимый, удивительный по красоте ландшафт. В кронах джиды строят свои гнезда чернолобые сорокопуты. Биологическое разнообразие национального парка складывается из нескольких составляющих. Местная флора насчитывает почти 900 видов высших растений, многие из которых уникальны и требуют особой охраны. Этот список далеко не окончательный и нуждается в дальнейших исследованиях. Энтомологами здесь отмечены полторы тысячи видов. Это, видимо, только половина из обитающих здесь насекомых. Лучше всего изучены позвоночные животные. На территории национального парка обитают 27 видов рыб, 5 видов амфибий и 25 видов рептилий. В долинах и горах парка встречается 300 видов птиц и 70 видов млекопитающих. Живущие на равнинах симпатичные грузуны большие песчанки очень важны в местной экосистеме. Они являются основной добычей большинства хищников. Самый многочисленный пернатый хищник этих мест – конюк-курганник. Чтобы прокормить своих птенцов, постоянно ждущих добычу в гнезде, родителям приходится все время находиться в поисках добычи. И чаще всего в гнездо они приносят очередную зазевавшуюся песчанку. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ущелье гор Чулак и Дегерес – царство кекликов и горных козлов-теков. Скалы и осыпи – их стихия. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Здесь на недоступных уступах устраивает свои гнезда белоголовые сипы и черные грифы. Этим огромным птицам в природе определена роль санитаров. Грифы очень заботливые родители и с большой нежностью относятся к своему единственному птенцу. Хотя их привычная пища, с нашей точки зрения, является отвратительной. Это остатки животных, погибших либо при естественных обстоятельствах, либо ставших жертвами хищников. Субтитры создавал DimaTorzok Еще одним представителем птиц-санитаров является кумай – снежный гриф. Это самая большая птица фауны Казахстана, с размахом крыльев, достигающим почти трех с половиной метров. Очень важно, что в национальном парке, где сохраняется высокая численность копытных животных, например, таких как джайраны, живут и волки. Именно остатки охотничьих трапез-волков поддерживают благополучие гнездящихся здесь грифов и сипов. Субтитры создал DimaTorzok Таинственные крики филина можно услышать во многих местах национального парка. Свои гнезда эта самая крупная сова часто устраивает в скальных нишах. Птенцы ожидают своих родителей, которые приносят им мелких грызунов и птиц. В старой норе под развалинами каменной кладки поселилась семья домовых сычей. Эти маленькие совы, несмотря на свои скромные размеры, отважные охотники и тоже берут свою дань с населения колоний больших песчанок. В конце мая молодые сычи уже выходят из норы и знакомятся с окружающим миром. А у взрослых одна забота – обеспечить подросшее потомство обильным питанием. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Чтобы сохранить природу в первозданном виде, надо понимать основные естественные процессы, происходящие внутри экосистем. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Поэтому одной из самых важных задач охраняемых территорий является изучение всех участвующих в этих процессах растений и животных. В этом и состоит основная задача научных исследований. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Уже в начале лета на равнины Алтын-Имеля приходит настоящий зной. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Животные, обитающие здесь, переносят его по-разному, но чаще стараются провести самые жаркие часы, находя прохладу где-нибудь в тени. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА У пустынных сорокопутов особого выбора не было, и они построили свое гнездо в кусте Саксаула, который тенистым назвать очень сложно. Вот и приходится самочке создавать раскрытыми крыльями искусственную тень, оберегая подрастающих птенцов от лучей палящего солнца. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В жару для многих животных необходим водопой. И таких мест на пустынных равнинах не так уж много. Часто это небольшие разливы возле родников, а то и вовсе лужи, хранящие дождевую влагу. Прилетают к воде как птицы, живущие в горных ущельях, такие как одинокий краснокрылый чечевичник или стайки шумных каменных воробьев, так и характерные птицы равнин, чернобрюхи и рибки. В утренние и вечерние часы на водопоях можно встретить почти всех пернатых обитателей национального парка. В жаркие дни в Марьеве Миражей идут к водопоям и стада джейранов. Эти легкие газели по праву считаются символом грациозности, и их образ – неотъемлемая часть восточной поэзии. Местное казахское название – карахуйрык, чернохвостый. Очень метко подчеркивают характерную особенность животного – убегая, задирать вверх свой черный в белой окантовке хвост. Ярким примером приспособления к суровым условиям жизни в пустыне является большеклювый зуёк. Другие кулики чаще живут у воды, а этот странник весь гнездовой период проводит в пустыне, устраивая своё гнездо на голой земле среди скудной растительности. Три яйца лежат прямо на открытой почве, в небольшом углублении, сделанной птицей. Пищей зуйкам служат различные насекомые. К концу лета зуйки собираются в большие стаи и до весны улетают далеко на юг, где кочуют по побережьям океанов и морей. На сегодняшний день национальные парки и заповедники это небольшие острова, сохраняющиеся дикой природой в океане цивилизации, где человек оставил место только небольшому количеству диких животных. Почти три тысячи лет назад в долинах Алтыны-Меля жили ираноязычные племена саков, оставившие здесь один из самых грандиозных исторических памятников Казахстана. Царские курганы Бершатыр. Под огромными насыпями покоится прах древних вождей, а стоящие вертикально каменные плиты, менгиры, напоминают воинов, охраняющих покой своих правителей. Видимо, в древности люди придавали этому месту особое, священное значение, раз выбрали его для строительства усыпальниц своих царей. И почти нет сомнений, что животные, живущие в округе, считались собственностью предков, и охотиться на них не позволялось никому. Эта традиция еще не так давно сохранялась и в среде казахского народа, когда охота была запрещена в святых, заповедных, местах, называвшихся кереметами, потому что животные принадлежали духам этого места. И очень символично, что курганы Бешатыр находятся в самом центре национального парка, являя собой его скрытую мистическую силу. И обитающие здесь джейраны и куланы, горные козлы и архары имеют еще и такую сакральную защиту. КОНЕЦ На равнинах парка повсюду встречаются джейраны. И трудно поверить, что еще 40 лет назад от преследования браконьерами поголовье этого красивого животного приближалось здесь к опасной черте полного уничтожения. За время существования национального парка численность местной популяции джейранов достигла более 4 тысяч, и по данным зоологов, она оптимальна. СМЕНА ВРЕМЕН ГОДА Волтыны Мели заметна не только в ландшафте. К осени меняют свой облик и джейраны. Летний мех на зимний. Летний мех на зимний. Возрождение казахстанской популяции куланов можно назвать одним из примеров спасения крупного животного, которое увенчалось успехом. Очень драматична судьба этого животного. В 1982 году началась операция по переселению животных с острова Барсакельмес на побережье Копчегая, на территорию, которая теперь стала частью национального парка. Было отловлено 23 кобылы и 5 жеребцов. Операция проходила в зимнее время, а весной появились первые куланята. Сейчас в долинах Алтыны Меля обитает более 3 тысяч куланов, одна из самых крупных популяций в мире. Еще одним примером сохранения исчезающего вида является лошадь Прижевальского. В 18 веке табуны этих диких коней населяли обширные области равнин Казахстана. Но 150 лет назад они здесь были полностью уничтожены и сохранились только в отдаленных местах Монголии и в пустынях Джунгарии на территории Китая. Но пробил час и этого красивого животного. К середине 20 века в дикой природе лошадь Прижевальского полностью исчезла. Небольшое поголовье, сохранившееся в зоопарках, дало возможность возрождения популяции в различных местах былого распространения. Уже 30 лет назад появились планы о возрождении лошади Прижевальского на берегах Копчегая. Многие годы длились споры ученых о целесообразности выпуска животных именно на этой территории. Предлагались и другие места. В июле 2003 года 4 жеребца и 4 кобылы из Мюнхенского зоопарка прибыли самолетом в Алмату и были доставлены в Алтын и Мель. Первое время они содержались в специальном загоне, но вскоре были переведены на полувольное содержание. А через три года был получен первый приплод. Появились жеребята, чьей родиной стал Алтын и Мель. Сейчас животные живут на воле, и их поголовье увеличивается. В горах национального парка обитают характерные копытные горного семеречья – козлы Тау-Тике. Стада горных козлов все еще многочисленны в горных ущельях Чулака и Дегереса, и их поголовье оценивается выше полутора тысяч. Общение с дикой природой человеку жизненно необходимо. Это непреложная истина. Но давно наступивший разрыв в этих отношениях по объективным причинам становится все больше. И эта проблема пока неосознанна в полной мере. В городской суете об этом попросту забывается. Живя лишь в плену своих душевных переживаний и амбиций, ставя во главу всего личные интересы, мы забываем, что являемся частью природы. И только сталкиваясь с ее непомерной мощью, осознаем, что, возможно, это и есть заслуженное наказание за попрание неписанных законов. Нам неизвестно, какой будет жизнь через несколько поколений. Куда дальше пойдет технический прогресс и к чему он приведет. Но хочется верить, что национальные парки, такие как Алтын и Мель, сохранят острова первозданной природы для наших потомков. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok